всем привет меня зовут инга я преподаватель русского языка сегодня мы поговорим о статье как о жанре публицистики для начала необходимо вспомнить что же такое публицистика публицистика это ведь литературы как мы помним которые характеризуются злободневным общественно политическим содержанием публицистический текст предназначен для того чтобы воздействовать на осознание максимально широкого круга читателей мы помним что публицистические тексты мы встречаем чаще всего в средствах массовой информации каковы задачи публицистики более подробно об этом поговорим ну самые очевидные самая очевидная задача это информирование читателя о событиях еще одна задача публицистики это объяснение причин общественных явлений то есть иногда довольно часто бывает такое что человек попросту не разбирается в том что происходит задача журналистов объяснить широкому кругу читателей что собственно говоря происходит каковы причины тех или иных явлений обычно когда журналисты автор публицистических текстов пытаются обнаружить причину того или иного явления они анализируют разные факты эти факты между этими фактами обнаруживают что-то общее то есть они их обобщают можно сказать так иногда публицистических текстах журналисты авторы дают еще и прогноз на будущее дать прогноз на будущее им позволяет конечно же проанализированный материал каковы же жанры публицистики публицистических жанров довольно много мы перечислим самые основные мы во-первых среди публицистических жанров выделяется жанр статьи об этом жанре мы сегодня как раз таки подробно и поговорим к жанрам публицистики также относятся жанры с рецензии очерка информационные заметки и репортаж статья это предмет нашего сегодняшнего разговора статья как жанр публицистики итак каковы же задачи статьи как жанр публицистики ну во первых привлечь внимание читателей или ксу или слушателя к существующей проблеме во вторых объяснить причины общественных явлений то есть мы видим здесь задачи публицистики вообще и задачи конкретного речевого жанра жанра статьи пересекаются статья стремится также к обобщению фактов кроме того еще одна задача статьи как жанр публицистики это сформировать мнение читателя после того как читатель ознакомиться со статьей или слушатель как-то тоже воспримет эту информацию у них должно сложиться определенное мнение по тому или иному поводу каковы особенности жанра статьи ну во первых статья должна поднимать конечно же актуальную для общества проблем статье мы чаще всего видим как автор выражает свою точку зрения статья чаще всего субъективно еще одна особенность статьи это наличие аргументации анализа фактов чтобы доказать свою точку зрения которую автор выражает в тексте ему приходится использовать аргументы что такое аргументы и как их приводить мы с вами скажем чуть позже статья как жанр публицистики состоит из нескольких частей первая часть это зачем вторая часть это центральная часть основная часть и третья часть это концовка мы должны сказать что композиция структура статьи напрямую зависит от типа речи которая является преобладающим в рамках данного жанра в жанре статьи главным типом речи конечно же является рассуждение что такое рассуждение рассуждение это тип речи в котором указываются причины или следствие того или иного явления положения рассуждение как тип речи имеет определенную структуру и эта структура практически полностью совпадает со структурой жанра статьи из каких частей состоит рассуждение первая часть это тезис тезис это утверждение которое требует доказательства дальше после тезиса мы видим аргумент или несколько аргументов и после мы можем наблюдать вывод поговорим более подробно о каждой части что такое тезис тезис мы сказали это мысль который требует доказательства как можно сформулировать тезис тезис можно сформулировать двумя способами первый способ это повествовательное предложение ну например сбор лекарственных трав это не просто приятное занятие это большая помощь нуждающимся в них людях людям видим в на в этом примере тезис выражается с помощью повествовательного предложения тезис может быть сформулирован по другому тезис может быть представлен вопрос на ответной форме то есть сначала автор может задать вопрос и себе и читателю а затем на него сразу же ответить например разве сбор лекарственных трав это просто приятное занятие нет это еще и большая помощь нуждающимся в них людям видим автор сначала задает вопросы тут же на него отвечает так формулировать тезис тоже конечно можно тезис это утверждение которое требует доказательства это мы с вами помню как же нам доказать тезис тезис можно доказать с помощью аргументов аргумент это основание довод приводимые для доказательства чего-либо мы должны обязательно в тексте подчеркивать связь аргументов с тезисом как это можно сделать это можно сделать с помощью союзов например с помощью союзов но тем не менее потому что так как и так далее кроме того это можно выразить с помощью связь между тезисом и аргументом можно выразить с помощью вводных слов и конструкций вставных ну например во первых во вторых наконец с одной стороны с другой стороны так далее кроме того мы должны отметить что в устной речи тезис и аргументы связаны между собой поясняющей интонации после аргумента или аргументов мы обычно наблюдаем вывод что такое вывод вывод это итог размышления логическое умозаключение вывод вводится в текст с помощью водных слов также например и так следовательно таким образом иногда вывод можно сформулировать с помощью предложенных падежных сочетаний например в заключении хочется сказать и так далее рассмотрим пример композиции статьи это не готовая статья это лишь скелет этой статьи структура так вначале мы знаем у нас зачин в зачине должен быть обозначен тезис тезис это утверждение которое требует доказательства посмотрим на первую часть книги читать необходимо это несомненно видим здесь действительно высказана мысль автора об актуальной проблеме эта мысль конечно же требует доказательства далее к этим доказательством автор как раз таки переходим переходят видим основную часть основная часть представляет собой как раз таки аргументацию первый аргумент во первых книги расширяют кругозер книги дают нам новые знания видим первый аргумент связан с тезисом при помощи вводного слова во первых доказывает ли этот аргумент мысль высказанную самом начале конечно доказывает книги читать необходимо почему потому что книги расширяют кругозор книги дают нам новые знания смотрим что дальше дальше у нас второй аргумент во вторых книга дает возможность восхищаться языком учимся правильно говорить и писать так видим что этот аргумент связываю связан с тезисом при помощи также вводного слова во вторых связали этот связан ли этот аргумент с тезисом конечно связан книги читать необходимо почему потому что книга дает нам еще и возможность наслаждаться языком мы учимся правильно говорить и писать когда читаем книги ну и третий аргумент видим третьему аргумент еще прибегает автор телевидение дает нам готовый зрительный образ который действует на наши чувства чтение же заставляет думать развивает мышление вот еще один аргумент который доказывает точку зрения автора что книги нужно читать ну и третья часть это вывод вывод мы помним это логическое умозаключение это итог всех нашим итог всем нашим размышлением например наша жизнь обеднела бы без книги вот такому выводу мы можем прийти что жить читая книги гораздо лучше чем не читая их итак мы поговорили о статье как о жанре публицистики на этом наше занятие окончено спасибо пока